Сегодня будем разбирать взаимодействие суставов в теле человека. Итак, как выглядит нормальный человек? В первую очередь, у него абсолютно прямо расположена голова. То есть никаких боковых подобного плана наклонов ни под нагрузкой, ни в спокойном состоянии. То есть голова установлена ровно, мочки ушей на одной горизонтали. В данном случае относительно пузырькового уровня имеется перекос где-то в районе полутора миллиметров. Но можно списать это на индивидуальную особенность. То есть в целом голова ровна. Дальше от ровной установки головы задается в целом вертикаль позвоночника. То есть с точки зрения тела позвоночник нужен для того, чтобы устанавливать голову. Потому что на голове глаза, уши, органы в общем ориентации и взаимодействия с окружающим миром. Сейчас будем смотреть. То есть исходя из показаний пузырькового уровня отклонение от вертикали, если считать от первого шейного позвонка до пятого поясничного, отклонение где-то в районе 5 миллиметров. Отклонение на мизинец конкретного человека это нормально и никаких не вызывает ни болевых ощущений, ни дискомфорта. То есть здесь толщина мизинца где-то миллиметров 9, отклонение 5. То есть все, что меньше, чем мизинец от вертикали, это хорошо. Дальше. Для чего нам это нужно? Конкретно для тазобедренных коленных суставов это значит, что нагрузка вертикального позвоночника и всего, соответственно, тела, она распределяется между коленями абсолютно симметрично. Ну, равно как и между тазобедренными суставами. Что это дает? Это дает мышцам половину времени на отдых, половину времени на работу, если мы идем. В этом, собственно, секрет выносливости и заключается. То есть половина времени на отдых, половина времени на работу. Но нагрузка между сторонами должна быть одинаковой. Теперь сымитируем ситуацию с наклоном головы. Если, допустим, она наклонится направо. Все тело будет стараться выставить именно взгляд горизонтально. Поэтому, наклонив голову направо, он сам склонится налево. В такой позиции глаза по-прежнему будут примерно на одном уровне, левый и правый. Но будет левосторонний сколиоз. При такой позиции пострадают не только тазобедренные и коленные суставы в сторону их истирания на больше, чем больше стороне отклонения. Пострадает и противоположная сторона. Почему так? Потому что перегрузка на одну левую конкретно сторону, ну это в данном случае, рождает истирание тазобедренного и коленного сустава. При перекосе позвоночника страдают все суставы, но только каждый немножко по-разному. То есть если мы начали моделировать левосторонние отклонения, то конкретно в этом случае, опираясь больше на левую ногу, меняется положение больше берцовой относительно бедренной кости в тазобедренном суставе. Идет отклонение и нагрузка на наружный надмышчилок больше, чем на внутренний. Соответственно, нагрузка, концентрируясь там, увеличивает стираемость сустава. Положение головки бедренной кости в своей впадине также меняется. А любое место, где нагрузка больше, соответственно, хрящ там стирается быстрее. Что еще более усугубляет левосторонний перекос. Но, так как на правую сторону человек тоже опирается, то здесь идет перегрузка, ну, с другой стороны, соответственно, на внутренний надмышчилок. И тоже меняется положение головки бедренной кости в ее впадине. Но с учетом, что она шаровидная, конкретно объяснить, как это происходит, нелегко. В общем, сначала стирается на стороне перекоса, там, где большая нагрузка. А потом начинает стираться на противоположной, просто потому, что сустав работает не под своим углом работы. Сейчас мы это снова выровняем. Соответственно, при выравнивании за счет симметрии на коленях и на бедрах происходит распределение между надмышчилками. Нагрузка уже начинает делиться на два. Хрящ испытывает гораздо меньшее давление. А так как пока мы живем, хрящ все-таки восстанавливается, то избавиться от боли в коленях можно сравнительно просто. Выровнять позвоночник, сделать достаточно упражнений, плюс питание. В общем, за три месяца колени можно вылечить. Но при том самом, например, левостороннем перекосе пострадают не только они, пострадают стопа полностью. Это касается свода стопы, косточек на пальцах. Почему? Когда вот здесь идет дисбаланс, мышцы поясницы не могут напрягаться со своей максимальной мощностью, потому что это элементарно больно. И человек начинает поясницу расслаблять. Расслабленная поясница. Расслабленная поясница, она либо очень прямая, вот очень прямая, и тогда диски здесь перегружаются. Либо расслабленная поясница, что чаще бывает, ну прям очень прогнутая. Слишком большой перегиб концентрирует нагрузку на среднем, то есть третьем поясничном позвонке. Расслабляет живот, просто потому что мышцам живота работать неудобно. И все это... И все это делает невозможным амортизацию шага. Стопа просто начинает хлопать. Человек этого в принципе практически не замечает. Замечают женщины, когда начинают косточки на больших пальцах вырастать, а палец начинает просто раздавливать кнаружи. Ну невозможно на каблуках ходить. Почему так произошло? Пошел перекос по позвоночнику. Выгнула поясницу вперед. Ну может быть, конечно, она и упластилась. В данном случае мы объясняем очень грубо, есть множество деталей. В общем, поясница из-за перекоса не смогла напрягаться с должной силой. И контроль над шагом потерян. Мы очень бегло рассмотрели, что такое боковой перекос и как он влияет на суставы. Теперь посмотрим, что будет, если смещать позвонки, допустим, шейной вперед или назад. То есть, как это может возникнуть? Это может возникнуть в ходе ДТП, в ходе какой-то драки, в ходе борьбы или спорта. В общем, тогда, когда шея испытывает очень сильные сгибательные-разгибательные нагрузки. Связки в шейном отделе могут растянуться и позвонки загуляют. Как правило, перекос осанки происходит вот такого плана. Человек начинает закидывать голову, потому что напрягать мышцы шеи при смещенном позвонке очень больно. Опять же, осознается это или нет, неважно. Но при такой установке головы взгляд закидывается наверх. И глаза, опять же, сигналят, что горизонт не совпадает со взглядом. Тогда тело начинает делать следующую вещь. Выгибать всего остального человека. То есть, поясница уплощается или вообще сгибается на обратную сторону. Закинутая шея, выгнутая назад поясница. В принципе, взгляд такой ценой выравнивается. Это очень основной такой рефлекс. Мы его совершенно не осознаем, но очень мощный. Боковых перекосов может не быть. Но закинутая шея и уплощенная поясница. Во-первых, перетяг самих шейных мышц. В первую очередь, трапециевидных. Трапециевидных и подъемников лопатки. Плечи вворачиваются назад, лопатки начинают торчать. Это первый признак, что проблемы в шее есть. Дальше. Перегнутая назад поясница дает очень сильный спазм разгибателей позвоночника. Потому что разгибатели абсолютно не в своей тарелке. Баланс между животом и поясницей нарушен. Но тем не менее. Проекция центра тяжести спускается от середины стопы вперед к пальцам. И вот в такой ситуации очень велика вероятность, что косточки на стопах будут. Причем даже у мужчин. Но они, конечно, в этом не признаются. То есть, что происходит, когда мы выравниваем человека? Когда мы выравниваем шейный прогиб очень аккуратный. Взгляд изначально по горизонту. Грудной и поясничные переходы, опять же, плавно. И самое главное, они есть. Это принципиальный момент. Центр тяжести стопы возвращается посередине, на свод стопы. Стопа начинает амортизировать. Бедро начинает амортизировать. Позвоночник начинает беречь сам себя. То есть, так, как и создано природой. И вот от такой формы человек переходит к вот такой.